Отказаться от рецептов МВФ и Европы, Франции, Германии, Соединенных Штатов Америки, Англии по миграционной политике. Вот эта миграционная политика по принципу плавильного котла, которую нам навязали, которая никогда не была характерна для российской нации, для понятия русского. Напоминаю, что русский — это понятие культурное. Мы Пушкина воспринимаем как лучшего русского, хотя он по происхождению, по его предкам, эфиоп. Или Багратион — это русский, хотя по происхождению он грузин. И так все люди, если вы посмотрите, все русские откуда-то произошли. И вот, например, мой отец, ссылаясь на свой отец, всегда говорил, мы русские из Скобари. Скобари — это жители Пскова и Новгорода. То есть лет 100-200 назад даже Псков и Новгород воспринимали себя как русские от какого-то происхождения. И это важный элемент понятия русской национальной политики, отличающий нас от Германии, Франции, Америки или Англии. Поэтому нам надо возвращать традиционную для России компонент. Я помню в Советском Союзе одно время по дороге, то, что называется, в Афганистан, жил в Ташкенте. И там в Ташкенте жили русские узбекского происхождения. И это была абсолютно нормальная, понятная вещь. Потому что работала вот эта система традиционного переваривания и двухэтажности такого национальности. То есть с одной стороны человек определенной национальности, а с другой стороны он русский. И вот это и есть компонент построения основы российской государственности, исторической. А у нас за 20 лет это и сбросили. Запустили миграционные потоки, задачи которых сознательно запустили для цели ликвидации страны, разрушения понятия русского, задача которых потоков ликвидирует само понятие русский человек со временем. Это сознательная политика. И эта политика связана с внешним управлением России. Если мы проиграли войну, нам, естественно, навязывают чужие правила. И эти правила будут нас уничтожать, убивать. Поэтому то, что произошло в Пугачеве и в Кондопоге, это закономерный механизм, результат поражения 1991 года и колониальной эксплуатационной системы управления в России, когда нам навязывают механизмы, нас разрушающие. Вот подобно тому, как Гитлер на оккупированной территории убивал людей, газовые камеры и так далее. Он это делал для определенных целей. Я вам напоминаю, в тех же Штатах, например, или в Канаде, еще до прошлого века, до Средины, действовали законы о стерилизации мальчиков коренной национальности. Но это то же самое, что и Гитлер. Только не убийство, а кастрация для того, чтобы человек потом не мог произвести... То есть это геноцид народа, в данном случае коренных индейских жителей. Это в головах, это в ментальности колониальных держав. Франция, Англия, Германия. Их задача уничтожить колонии, подавить все население. И проявляется через вот эти механизмы, которые мы сейчас видим. Просто это надо понять. Если мы согласимся жить в статусе колонии, в статусе оккупированного государства, в статусе раба, следовательно, мы как нация погибнем. А если мы погибнем как нация через 20-30 лет уже, то погибнет огромное количество непосредственно физических людей, которые сейчас здесь живут. Просто это надо понимать. Поэтому вопрос свободы для нас, независимости, как и для наших отцов и прадедов, является ключевой для решения всех основных вопросов. Поэтому суверенитет. Субтитры создавал DimaTorzok